Высотник тоже классный. Если он скажет, я моряк, тоже классный. Если он скажет, я спички брян, тоже классный. Всё классно. Потому что всё, что от него, всё классно. Женщина совсем согласна становится. Ей нравится это, причём естественным образом. Всё, что с ним связано, ей нравится естественным образом. Блин, раньше бы никогда не подумал, что мне моряки нравятся так сказать. Так действует карма, да? И люди чувствуют гармонию, да? И это иллюзия. Потому что плохие черты характера скрыты в это время. Ты не знаешь человека, ты видишь образ. По факту ты видишь что? Душу. Ты видишь его суть, самое главное в этом человеке. Поэтому к одному священнику православному обратились, спросили, «Как сделать так, чтобы у меня возродилась любовь своим мужем?» И он, знаете, очень просто ответил одной фразой. «Учись в молитве вспоминать то, что ты видел о своём близком человеке при первой встрече. И между вами восстарится любовь опять. Вспоминай самое лучшее, что ты видел при первой встрече». Когда люди разводятся, они не помнят. Говорят, я не знаю в нём ничего хорошего вообще. Почему? Потому что не вспоминали, не помнили. Если ничего хорошего, как же ты за него замуж-то вышла? Дура была. Дура она не была, она остаётся дурой всегда. Ну то есть, как-то так, была дура и стала умной, что ли. Всегда одно и то же, ничего так сильно меняется. Вот. Почему замуж вышла? Потому что видела хорошее в нём, поэтому вышла. А сейчас забыла. Почему забыла? Когда люди совершают оскорбления друг от друга. «Я в тебе разочаровалась». «Разочаровалась» означает оскорбление. Когда люди оскорбляют друг друга, они забывают хорошее в друг друге. И любовь разрушается таким образом. Человек должен прощать, просить о прощении. Он должен взращивать отношения трудом в сердце. Отношения не то, что мы болтать должны друг с другом. Это тоже хорошо. Но это другое, другое. Когда труд в сердце уже работает хорошо, то можно друг с другом и начать разговаривать близко. Но люди, пока они от влюблённости к любви не перейдут, они не смогут близкие отношения строить. Влюблённость — это что такое? Это подарок от Бога. Вам, дорогие мои, и нам. Это подарок от Бога. Бог дал свой подарок двум людям. Он открывает самое лучшее в них. И это что такое? Это демо-версия. Try and buy. То есть попробуй, построи отношения, дальше покупай и пользуйся. Try and buy. А потом дальше что увидишь? Всё остальное со временем. Когда отношения станут опять, ты победишь судьбу. Когда ты сможешь сдать все свои экзамены, какие отношения станут точно такие же, как в первый раз. Я когда изучал, готовился к своей диссертации, изучал разные вот эти направления, по своим лекциям сдавал диссертацию. Я изучал разных психологов. Мне понравились вот труды Алёшиной, психолога Алёшиной. Она говорит, что в семейной жизни идёт всё буквой В. То есть сначала очень сильно отношения улучшаются, влюблённость. Потом дальше они постепенно тают. Почему? Потому что люди не справляются. Они не могут научиться любить друг друга, потому что лёность — это не любовь, это подарок. Потом дальше идёт вниз. И она доходит до низа, когда кривая вот эта. Что происходит? Мы с ним вместе быть не можем, у нас несовместимость, нам очень трудно, и у нас не будет никакого счастья. И как в древней культуре ситуация проходила. Люди понимали, что это просто действие судьбы, что мы сдаём экзамены, что так не бывает, чтобы всё было плохо и потом лучше не стало. Они верили в это. Сейчас люди во что верят? Они верят в мечту. «Поверь в мечту! Поверь в мечту! Поверь в мечту! Скорей!» Понимаете? И сразу на развод. Вот до этой линии ещё даже не дошло. Чуть-чуть вниз пошло — уже всё. К обеду не жди твой пёсик, да? Вот. Это Остап Бендер. Но если мы будем Остапами Бендерами, у нас не будет счастья, потому что каждый новый разрыв разрушает сердце. Как это происходит, сейчас расскажу. Допустим, вы нашли себе мужа, у которого он не пьёт, не курит, но мало денег получает. То есть, смотрите, одно закрыто в сердце, другое открыто. Мало денег получает — открыто. Не повезло. Не пьёт, не курит — закрыто. К этому быстро привыкаем. А открыто думаем, блин. Да? Вот если бы он ещё денег много получал, тогда было классно. А не пьёт, не курит — фигня. Мы уже к этому привыкли, да? К хорошему быстро привыкаешь. Теперь, если бросаю это в мужчину, что получается? Пьёт, курит, но много денег получает. И это уже потом вот здесь стоит. Лучше бы он мало денег получал. Но был как в прошлый. Вот не пил, не курил. Зачем я его, дура, бросила? Понимаете? То есть, система какая? Шило на мыло меняем, понимаете? То есть, всё равно придётся страдать. Вопрос от чего? Есть ли всегда недостатки в характере человека? Я с вами. Вот этого человека есть характеры, недостатки. Понимаете? Но я хочу служить, заботиться о вас. Понимаете? Вот так надо быть настроенным. Допустим, у меня плохая судьба, зал меня не слушает, все прокисли. Всё. Воздуха нет, занят. Что я должен делать? Надежда, мой копас земной, удача, награда за смелость, от песни домой на одну. Да, и так далее. То есть, надежда. То есть, человек должен верить в свою семью. Он должен ждать. Он должен молиться, побеждать судьбу, работать над своим сердцем. Чтобы отношения облегчались, чтобы они становились лучше, чтобы постепенно преодолевать проблемы. И потом буква В заканчивается, начинается повышение. Да? И потом уже взлёт сам. И откуда этот взлёт бывает? Этот взлёт бывает от труда человеческого. Почему люди счастливы в личной жизни становятся? Потому что они понимают, что такое любовь. Вот смотрите, допустим, я глажу близкого человека, наслаждаюсь. Это что? Влюблённость. Я успокаиваю близкого человека, когда им больно. Это что? Любовь. Да, я успокаиваю, мне тяжело. Так? Когда я глажу, мне хорошо. Видите, мы путаем одно с другим. Что такое любовь? Любовь начинается с принятия. Любовь — это работа сердца, это труд сердца. Любовь — это не наслаждение, это награда. Понимаете, когда человек трудится сердцем, награду он получает. Что не хватает в семье, обычно, у людей? Просто спокойствия не хватает. Понимаете, просто спокойствие, чтобы друг друга не трогать. Вот вам достаточно просто маленькую дозу любви, нам, я про себя говорю. Мне достаточно небольшую дозу любви просто вот к вам применить и просто принять вам такие, как вы есть. Просто принять. Ну, не слушают мою лекцию, не хотят. Ничего страшного, я больше вы не заслужу. Слава Богу, хоть просто пришли. Понимаете, я принимаю, то есть я принимаю вас такими, какие вы есть. Слушайте, да? Ну, я не вижу, я тут упой просто, как баран. Вот. Когда человек просто принимает людей, с этого момента становится хорошо. Видите, хорошо стало в зале. Я просто принял. Просто принятие произошло, и сразу раз так все расслаблены. Все хорошо. Да, вот вы такие, мне нравятся, какие вы есть. Все. Вот такие. Конечно, у меня с вами еще не такие глубокие отношения, чтобы по подоконникам гонять друг друга. Но, как бы, поймите, что даже на маленьком примере мы можем понять, как работает система. То есть идея в чем заключается? Просто вот такой вот достался тебе. Всегда в мужике, женщине тысячу раз больше недостатков видно, чем в себе. В тысячу раз. А так они одинаковые. Мужчина и женщина одинаковые. В отношениях. Каждый из них может себя проявлять по-разному, в другом виде, в другой, в другой среде. И муж и жена об этом никогда не догадаются. Допустим, у меня жена не догадается, какие у меня отношения на лекции происходят. Но она меня воспринимает как близкого человека, и она видит вот это во мне. Хотя раньше мои лекции слушала, и по-другому это все было. А сейчас она вот близкие отношения воспринимает, как главное в отношениях. Понимаете, нет? Есть разные грани человека, но люди с друг другом контактируют только тем, чем положено. Поэтому, если вы видите в близком человеке что-то не так, это значит, что у вас то же самое есть, только по-другому, что в себе незаметно. Допустим, если женщина обидчивая, мужчина напористый. Если женщина беззащитная, мужчина наглый. Если женщина напористая, мужчина слюнтяй. Если женщина хочет сама побеждать судьбу, а не ждать свою судьбу, мужчина работать не хочет. Если женщина постоянно злится на мужа, критикует его, мужчина будет делать подлости. Если женщина считает, я бы себе и получше нашла, то он будет гулять. Видите, она не верна ему в уме просто, он уже в поступках не верит. То и другое, это одно и то же. То есть, если пол поменять человек, он будет так себя вести, как его жена себя вела. Понимаете, то есть, женщине кажется, ну я обиделась, что тут плохого. Я же ничего плохого не делаю. А вот он гневается, это плохо. Видите, то есть, каждый пулик свое болото хвалит. То есть, идея в чем заключается? В том, что есть одни и те же черты характера, но мужчина оправдывает свое поведение, женщина свое. Поэтому мы и не понимаем, почему мне такое вот достался. Как у меня соседка была, когда студентом был, жил в комнате, снимал комнату в квартире. Соседка, она вот прямо вообще цирк. Вот внешне просто дочка один к одному, как она. И ведет себя так же, на лицо похоже. И она постоянно орала. В кого же ты такая дура уродилась? И мне было так понятно, в кого. Но сказать я об этом не мог. То есть, идея в чем заключается? В том, что не бывает такого, чтобы мне достался хуже, чем положено. Не бывает. Попытайтесь это понять. Это тайна-тайна. Если человек это понял, сразу же первая стадия любви возникает. Первая стадия означает принятие. Я принимаю своего близкого человека, потому что я не лучше, как минимум. А еще принимаю, потому что хочу научиться любить. А еще принимаю, потому что я хочу сохранить семью. И я поняла, что это правильный путь. Что я принимаю? Все постепенно. Жена, допустим, не хочет готовить. А я, допустим, очень люблю покушать. Это одно и то же. Женской и женской психики. Что я должен принять? Что это хорошо для меня, что моя жена не любит готовить. Это для меня полезно. Принял. Капелька любви уже есть в семье. Жена не хочет рано вставать. Допустим, спит сколько хочешь. А я люблю рано вставать. Это хорошо для меня. Чтоб я ценил в женщинах расслабленность, спокойствие. Научился их любить вот в этом качестве. Что они сколько хотят, столько и спят. Принял. Больше любви уже. И так далее. Понимаете идею? Что всегда мне кажется, что мне больше всего не повезло. Олег Геннадьевич, то, что вы сказали, это все цветочки. У меня хуже. Почему так кажется? Потому что всегда свое сильнее, своя рубашка ближе к телу. Так действует эгоизм. Но именно это и надо принять. Потому что это значит, что ты принимаешь свою судьбу собственную. Ты хочешь сдавать экзамен, ты хочешь быть счастливым. Человек, который не хочет сдавать экзамен, он всегда будет мучиться. Сдавать все равно придется, потому что из института не выгонят. Придется жить дальше в этом институте, в котором родились. А если хотите вылететь из института, можете повеситься, пойти. От этого все равно легче не станет. Потому что в следующей жизни опять будешь то же самое делать. Тот же самый экзамен сдавать. Система ясна? Вот экзамен передо мной стоит, любимый мой, родной. Вот. И сдавать его надо. Первый шаг любви — это принятие. Как только человек принимает полностью, вот так поэтапно, каждую черту характера, с молитвой, с желанием простить, с силой внутренней, с благословениями старших, с поклонами святым людям, с окороплением святой водой, все, что угодно, каждую черту характера потихоньку принять. «Все, что нам назначено природой, надо благодарно принимать». Надо благодарно принимать. Как только вы приняли все от своего мужа, я вам гарантирую несколько вещей. Первое, что вы домой будете приходить отдыхать, а не мучиться. Второе, я вам гарантирую, что вы начнете доверять этим отношениям, что вы не зря с этим человеком живете, хотя он не изменился, он такой же, какой ты был. «Каким ты был, таким ты и остался!» Он такой же, все то же самое. Но я уже приняла. Подпевать. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что идет процесс. Начинается с сердца. Любовь увеличивается. Влюбленность — это не любовь. Понимаете, как хорошо было, у нас там было так классно все. Почему так все плохо? Сейчас. А потому что влюбленность — это не любовь? Понятно, да, система? Влюбленность — это не любовь. Это просто подарок от Господа, который мы получаем. По какой причине? Потому что мы любимые, его любимые дети. Поэтому нам дает самое лучшее чувство, вот это вначале. Не потому что мы его достойны, а мы мечтаем только об этом чувстве. Спим и думаем, а я хочу всю жизнь, чтобы так было. Это твои проблемы, моя хорошая. Здесь так не бывает. Мечты, мечты, где наша сладость. Мечты ушли, осталась гадость. Понимаете? Вот так здесь бывает. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей. Как? Всем угасла, не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит и не печалит вас ничем. Я другому отдана и навек ему верна. Вот видите? И такое первое чувство. Блин, ну почему ничего не получилось? Да, когда мы читаем Пушкина, первое чувство. Почему не получилось? А второе чувство у меня возникло с годами. Я понял, что все получилось наоборот. Что человек понял, что такое любовь и встал на путь любви на самом деле, а не на путь влюбленности. Попытайтесь это понять. Это очень важно. Потому что то, что нам нравится, это и является причиной кармы. Смотрите, как интересно устроено в этом мире. Жгучее чувство, когда ты к человеку испытываешь какому-то. Не успеешь уйти. Я бегу за тобой, Чтоб поздней не оставил Твой след голубой. Вот такая любовь, Вот такая беда, И когда тебя нет, Ты со мной, ты со мною всегда. Понимаете, да? Идея в чем заключается? В том, что вот это вот жгучее чувство, Когда возникает, Оно и развалит семью. Вот это вот сильное Жбет, когда сердце. Это значит, что карма Потом сильная будет включаться. Как она включает? Через ревность. Через Гордость. Если в человека сильно влюбляются, Он гордится собой, начиная. Я достоин пятерых таких, как ты. Она его сильно любит. Понимаете? То есть, вот эта влюбленность, Это жуткая змея, Которая кусает человеческую судьбу. На самом деле, Настоящие отношения, Счастливые, Создаются, Когда люди не влюбляются, И прожигают жизнь С помощью вот этой влюбленности. А когда они Строят сначала отношения в разуме, Они общаются, Гуляют друг с другом, Беседуют. Не в постель прыгают сразу, А гуляют и беседуют. Пытаюсь понять. Когда они способны беседовать, Общаться друг с другом, И понимать, Начинают друг друга в беседе, У них значит, Будет хорошая семья. А если они сразу начинают там Дискотеки там и все прочее, Вернулась танго, 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 А ты ушла, Ты забыла, Все, что было. Понимаете? То есть это, Вот это как раз Другой концерт совсем. Пытаюсь это понять, Что когда человек Страстями живет Вот этим желанием Влюбленности, То он включает карму, Ревность, Гордость, Сильную привязанность, Сильная привязанность Портит отношения. Как это происходит? Привязанность усиливается Между людьми. Что увеличивается? Обмен тяжелой кармой. Малейшая, Плохая черта близкого человека Немедленно вызывает боль. Очень ранимые, Очень ранимые, Наши любимые. Понимаете? Сильная привязанность Вызывает боль сразу. Человек Плохо становится, Тяжело. А привязанность От чего возникает? Сильная влюбленность. И сильно влюбленность, Сильная привязанность, Больно, Маленький недостаток характера, Тяжело. И как, Чем заканчивается это все? Неизбежно, Что один бросает другого В таких отношениях. Кто-то бросает кого-то. Поэтому все песни Об этом поются. Все песни про любовь, Они какие? Вот такие. Про разлуку, Про боль, Про облюбленность. На самом деле, Настоящее семейное счастье Возникает не из таких отношений. Из отношений, В которых люди сдерживают Свои чувства И устанавливают отношения На уровне разума. Они беседуют Друг с другом. И потом они долго Счастливо живут Друг с другом. И смотрите, В конечном счете Остается то же самое. Попытайтесь услышать Эту песню сейчас. Серебряные свадьбы, Негаснущий костер. Серебряные свадьбы, Душевный разговор. Вот этот душевный разговор И есть настоящая любовь. Душевный разговор Это не значит, Ты вот, Я тебя люблю, но Ты вот Это для меня Сейчас Сделал, гад. Понимаете, Это не душевный разговор. Душевный разговор Значает принять. Все, что близкий человек Сделал, Это все для меня. Это мои экзамены. Я должна ему простить, Тогда спокойствие Все мне наступает. Я верю, Что у нас все будет хорошо, Когда я приняла Все его недостатки. И не надо говорить, Я приняла все Твои недостатки, А ты мои принял. Я тебе уже Две недели Счастья желаю. Не надо так себя вести. Это не поможет. Понятная система, нет? Любовь бескорыстную Природу имеет. Приняла и успокойся. Не надо об этом говорить. Не жди, Что он примет. Не надо этого делать, Потому что всегда В любви Всегда есть Дающий И берущий. Пытайтесь это понять. Сначала Один человек дает, Другой берет, Наполняется любовью. Как он наполняется любовью? Что такое любовь? Любовь — это бескорыстное действие, Очень смелое, Направленное на сохранение отношений. В этом действии Нет никакой отдачи, Нет чувства, Что тебя поймут. Есть просто вера в любовь. Вера в любовь Любовь идет от святости, Любовь имеет духовную природу. Поэтому, Когда человек молится, Слушает духовные лекции, Слушает духовную музыку, Читает духовные книги, Он наполняется Вот этой силой Любви настоящей, И он идет в бой За свою судьбу. В чем это сражение заключается? Близкий человек Ведет себя неадекватно. Потому что люди, Когда муж и жена Соединяются вместе, Что происходит? Сильное увеличение эгоизма В отношениях между ними. То есть, Женщина для мужчины Становится чем? Куколкой, Которой он балуется, Наслаждается. Мужчина для женщины Становится кем? Становится источником Благ, Который он получает. Понимаете? Тоже куколкой, Которой она наслаждается По факту. То есть, Это называется эгоизм. В личной жизни Эгоизм неимоверно возрастает. Чем больше эгоизма, Тем больше страданий. Веды говорят. Мы начинаем привязываться К тому, Что мне должен близкий человек. Жена с любовью приготовила, Покушать съел. Вместо спасибо, Чего он говорит? Мне по судьбе положено Такую жену. Он и вкусно готовил, Игорь Геннадьевич говорил. Сама ли он заслужишь, нет? Вместо того, Чтоб спасибо человеку говорит, Мне положена такая еда. Я иногда так шучу с женой. Она меня оденет так, Раз, все наглажено, чистенькое. Она смотрит такая на меня там. Пылинки сдувает, все такое. Я говорю, Видишь, Я по природе такой чистенький, Наглажный. Так как я это шучу, Так она смеется. Некоторые же так думают. Вот в чем проблема. То есть идея в чем заключается? В том, что никогда не нужно Проявление любви близкого человека Считать, что это само собой. Это труд, понимаете? Труд, тяжелый труд Человеческой души. Но Я вас сейчас обнадежу. Как бы мы ни считали, Внутри все равно Будет увеличиваться благодарность. Если человек бескорыстно что-то делает с любовью, У другого близкого человека Внутри растет благодарность, Хотя внешне он отрабатывает мою карму. Внешне он чем занимает? Отспирит меня, Мучит меня, Злится на меня. А внутри у него растет благодарность. И это сравнивается с тем, Как тает айсберг. Когда карма поменяет в семье, Когда начнутся хорошие отношения. Неожиданно. Неожиданно, Когда перевернется Подтаивший айсберг. Сначала отношения улучшаются Очень глубоко внутри. И это незаметно. Как они улучшаются? Один вкладывает в семью, А другой ест. Как вы думаете, Кто будет вкладывать Из вашей семьи? Вы или ваш близкий человек? А? Вы что-то испугались, да? Женщина, Игорь, Женщина, Игорь, Мужчина. Я объясняю, Что вкладывать в отношения будете вы, Потому что вы пришли на лекцию. Если вы вместе пришли, Значит вместе будете вкладывать. Вкладывать тот, Кому Бог дает знания. Понятно? Система. Поэтому не думайте, Что он будет вкладывать. Вам придется вкладывать. Взамен с ударом. Вались на лекцию. Билетик купили. Все. Теперь вы повязаны. Итак, Идея в чем заключается? В том, Что один человек Вкладывает в семью. То есть он шаг в пропасть делает. В ближайшие два года Никаких изменений. Просто Учимся служить Близкому человеку. Бескорыстно. Потому что смотрите, Женщина, Ей легко служить, Но тяжело быть бескорыстной. Она Что-то сделала для мужа? Запомнила. Конечно, Гуль, Ну как же, Игнатья? Записала. Потом напомнит. Нужную минуту. Вот. Мужчина, Ему тяжело служить. Близкому человеку, Но он очень бескорыстный. В отношении. Видите, То есть, Допустим, Если мужчина отдает деньги, Он не жалеет об этом. Женщина, Если что-то сделает, Она запомнит. Но делать ей легко. Это вы сказали. Легко приготовить. Но он должен сказать Спасибо. Вот так психика работает. То есть, Бескорыстия не хватает И там, и там. Не надо думать, Что я служу вот тебе, А ты вообще мне не служишь.